Привет, друзья! Сегодня предлагаю вашему вниманию праздничное меню из семи блюд для новогоднего стола. В меню будет два салата, две холодные закуски, одна горячая закуска, одно второе горячее блюдо и гарнир. Надеюсь, вам понравится. Салат с моцареллой, руколой и помидорами черри являет собой классику итальянской кухни. Такой легкий, казалось бы, незатейливый салатик с итальянским акцентом, но нет, вкус изысканный, гармоничный. Ведь не секрет, что моцарелла, помидоры и маслины идеально сочетаются друг с другом, а классическая заправка на основе оливкового масла и лимонного сока отлично соединяет все ингредиенты в один прекрасный салат. Кроме свежей руколы, я беру еще какой-нибудь салатный микс. Для заправки мне потребуется оливковое масло, лимон и мед. К оливковому маслу добавляю свежевыжатый лимонный сок. Теперь добавляю мед. Мед желательно брать жидкий. Все ингредиенты хорошо перемешиваю до однородной массы. При желании можно добавить в заправку 1 чайную ложку бальзамического уксуса. Добавляю заправку. Чтобы салатные листья сохранились хрустящими, я их предварительно замочила в холодной воде. Все хорошо перемешиваю в глубоком салатнике. На сервировочную тарелку выкладываю салатный микс. Для приготовления салата я обычно покупаю моцареллу маленькими шариками. Добавляю маслины без косточки. Сверху выкладываю половинки помидоров черри. Чуть сладкие помидоры черри, яркая свежая зелень и шарики моцареллы под кислой сладкой заправкой. Классика итальянской кухни готова на вашем столе. Салат будет уместен и на праздничном, и на будничном столе. К тому же приготовление его занимает совсем мало времени. Салат с куриным филе, ананасом и сыром – это легкий, но в то же время сытный салат, который готовится достаточно просто, а получается эффектным и презентабельным. Такое блюдо достойно любого праздничного стола. Такой салат очень популярен и уже проверен временем. У него нежный и сбалансированный вкус. Если нет времени на выкладывание слоев, то просто порежьте все ингредиенты. Сложите в салатник и перемешайте с майонезом. Сочетание куриного филе и ананаса идеальное. О нежности блюду придают сыр и яйца. Все самое вкусное в одной тарелке. Куриное филе я отварила до готовности. Затем даю время остыть. Если располагаете временем, лучше остудить куриное филе в бульоне. Так оно будет сочнее. Куриное филе нарезаю, а затем разделяю на волокна руками. В тарелку выкладываю куриное филе. При помощи кондитерского мешка делаю тонкую сетку из майонеза. Картофель натираю на мелкую терку. Этот слой салата также смазываю майонезом. Консервированные ананасы нарезаю небольшими кусочками. Предварительно ананасы я отжала от сиропа, чтобы они не дали лишнюю влагу. Можно использовать уже нарезанные консервированные ананасы. Выкладываю слой из ананаса. Сыр натираю на мелкую терку. Для этого салата подойдет любой полутвердый сыр. Если хотите, чтобы салат имел более сырный вкус, берите сыр с более ярко выраженным вкусом. Если возьмете более нейтральный сыр, то и в салате он будет чувствоваться меньше. Этот слой салата также смазываю майонезом. Отварные яйца натираю на мелкой терке и выкладываю последним слоем салата. Верхний слой салата смазываю майонезом. По желанию, верхний слой можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Наш салат уже готов. Желательно дать ему немного постоять, чтобы слои пропитались и дополнились вкусами и ароматами друг друга. Из-за курицы и сыра салат получается очень сытным, но сладость ананаса добавляет легкость и изысканность в вкусу. К тому же этот салат очень просто и быстро готовится. Такая закуска, как сырные шарики с чесноком, хорошо подойдет на праздничный стол. Я предлагаю проверенный и вкусный рецепт сырных шариков, приготовить которые сможет каждый желающий. Преимущество такой закуски состоит в том, что все ингредиенты доступны и дешевы. Приготовить такую закуску дело 20-30 минут. Удивительное свойство простой закуски – плавленый сырок с чесноком и майонезом – она никогда не остается на столе. Плавленые сырки нужны без ароматизаторов и добавок. Продукт я натираю на мелкой терке. Для того, чтобы плавленые сырки было легче натирать, их можно предварительно слегка заморозить. Вареные яйца также натираю на мелкую терку. Теперь мне понадобится чеснок, измельченный через пресс. Количество чеснока в закуске зависит от вашего вкуса. Но по моему вкусу сырные шарики должны быть с выраженным чесночным вкусом. Обычно на один плавленый сырок я добавляю один средний зубчик чеснока. К плавленым сыркам добавляю яйца, чеснок и майонез. Все продукты тщательно перемешиваю. Крабовые палочки натираю на мелкой терке. Чтобы крабовые палочки легче натирались на терке, они должны быть чуть замороженными. Если крабовые палочки у вас охлажденные, отправьте их в морозильную камеру на 30 минут. Из основной массы формирую небольшие шарики и каждый шарик обваливаю в крабовой стружке. Мои гости всегда спрашивают, из чего сделаны шарики и просят рецепт, так как закуска получается очень нежная и вкусная. Перед подачей сырные шарики с чесноком советую подержать в холодильнике примерно 1 час. Сырная масса в охлажденном состоянии станет более плотной, а сами шарики из сыра станут более вкусными. В каждый сырный шарик по желанию можно спрятать маслину, орех фундука или половинку грецкого ореха. Такие сырные шарики с чесноком будут очень красиво смотреться на тарелке, что обязательно вызовет восторг у ваших гостей. Приятного вам аппетита! Буду рада, если этот рецепт с сырных шариком вам пригодится. Шляпки с шампиньоном, фаршированные сыром, своим вкусом удивят самого изысканного гурмана. Запекаются шампиньоны в духовке, поэтому получаются очень сочными. Сочетание грибов и сыра – это всегда вкусно и является беспроигрышным вариантом. Это быстрое блюдо, которое можно с легкостью сделать за полчаса. Приготовленное блюдо я использую в качестве горячей закуски. Шампиньоны для этого рецепта необходимо выбирать крупные или среднего размера. Грибы аккуратно нужно помыть под проточной водой. Не надо полностью опускать их в воду. Они как губка впитывают жидкость и станут водянистыми. Лучше смыть грязь губкой. Теперь удаляю ножки у грибов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить целостность шляпки. Для начинки грибов я буду использовать натертый на мелкой терке сыр, майонез и зелень. Смесь нужно хорошо перемешать. Шляпки шампиньонов начиняю сырной начинкой. Форму для запекания смазываю растительным маслом и выкладываю в нее шляпки шампиньонов. Грибы я запекала 20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов. Точное время зависит от особенностей работы вашей духовки. Готовые шампиньоны будут красивыми, румяными и очень сочными. Можете сразу же подавать их к столу горячими. А можете позволить грибам дать остыть. Холодными они также очень вкусны. Горячая закуска с потрясающим вкусом готова. Ваши гости будут в восторге. Шампиньоны фаршированные сыром в духовке получаются очень ароматными и аппетитными. Сочетание ингредиентов этого блюда никого не оставит равнодушным. А сделать их не составит особого труда. Мини круассаны с красной рыбой готовятся быстро, легко, но при этом получаются вкусными и красиво смотрятся на столе. Эта закуска одна из моих любимых, которую готовлю очень часто, как на праздник, так и на каждый день. Тесто раскатываю и нарезаю вытянутыми треугольниками. Я использую дрожжевое слоеное тесто, так как оно более пышное, нежное и не такое жирное. Теперь закручиваю тесто рогаликами, начиная с широкого конца. Круассаны выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. И теперь смазываю круассаны желтком. Круассаны я выпекала 25 минут при температуре 180 градусов. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Готовые остывшие круассаны надрезаю. Внутри смазываю их сливочным маслом. Укладываю вовнутрь зелень и красную рыбу. Восхитительная закуска с красной рыбой готова. Слоеные круассаны с красной рыбой – отличное решение для праздничного застолья. Рулетики из куриного филе с сыром и зеленью можно приготовить как на каждый день, так и к празднику. Куриные рулетики получаются очень сытными и ароматными. Это блюдо ресторанного уровня у вас дома. Для приготовления куриных рулетиков всего лишь нужно куриное филе, свежая зелень и сыр. Куриное филе режу на отбивные, затем нужно отбить их кухонным молоточком, чтобы мясо стало еще более мягким. Твердый сыр натираю на мелкую терку. Сыр берите любой на свой вкус, главное, чтобы он был натуральный, вкусный, без добавления растительных жиров. К сыру добавляю мелко нарезанную зелень, майонез и все хорошо перемешиваю. Теперь куриное филе нужно поперчить. Вы можете посыпать специями на ваш вкус. На каждое филе выкладываю и равномерно распределяю сырную начинку. Теперь каждое куриное филе закручиваю в рулетики. Теперь каждый рулетик нужно хорошо обвалять в сухаряк со всех сторон, а затем в яичной смеси. Куриные рулетики выкладываю на разогретую сковородку с растительным маслом и буду обжаривать их со всех сторон до золотистой корочки на среднем огне. Чтобы куриные рулетики получились мягкими, сочными, их необходимо посолить в самом конце приготовления. Куриные рулетики с сыром и зеленью готовы. Такие рулетики это настоящее кулинарное удовольствие, которое хочется повторять снова и снова. Рулетики из курицы с вкусной сырной начинкой получаются немоеверно сочными и ароматными. Картофель по-деревенски в духовке является вкусным блюдом, которое украсит ваш стол. Готовится такое блюдо быстро, смотрится очень красиво, но главное золотистый аппетитный картофель будет удивительно вкусным. Хрустящая корочка и нежная серединка блюда понравятся всем. Это блюдо всегда на расхват. Для этого блюда старайтесь выбирать картофель с высоким содержанием крахмала. Он будет отлично держать форму и никогда не развалится во время запекания. Картошку нужно хорошо промыть под проточной водой с щеткой. Если у вас молодой картофель, то оставьте его с кожурой. Старые клубни нужно очистить. Далее подготовленный картофель следует разрезать вдоль на две части. Затем каждую половинку разрезать еще на три части. Теперь картофель нужно сложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Когда вода закипит, нужно проварить картофель в течение пяти минут. Дольше не нужно, иначе он может развалиться. Затем картофель нужно обсушить бумажными полотенцами. Он должен хорошо обсохнуть, иначе вода не даст впитать долькам картофеля масло. В картофель добавляю оливковое масло. Добавляю специи. Я использую итальянские травы. Добавляю сушеный чеснок. Теперь солю картофель по вкусу. Хорошо перемешиваю картофель, чтобы каждая долька была обмазана маслом и специями со всех сторон. Далее выкладываю картофель на противень, заранее застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом. Выпекаю картофель при температуре 200 градусов в течение 25-30 минут. Точное время будет зависеть от особенностей вашей духовки, сорта и размера картофеля. Добавляю мелко нарезанную зелень. Картофель по-деревенски готов. Подавайте его в горячем виде, в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо дополним в соусом. Картофель по-деревенски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик и за нежный вкус внутри. Картофель по-деревенски готов.